Добрый вечер. Все, кто хоть немного следит за новостями США, знают, что в последние две недели в Палате представителей, то есть в Нижней Палате Конгресса, проходит слушание по импичменту президента Дональда Трампа. Наш корреспондент на Капитолийском холме Наталька Писня все это время следила за развитием событий, сообщала в прямом эфире о новых фактах, и поэтому сегодня мы попросили ее ответить на вопросы наших зрителей в прямом эфире. Не бойтесь, задавайте вопросы. Наталька, если вкратце, можешь нам сказать, в чем предмет расследования? Что именно пытаются выяснить сейчас? В целом предмет расследования, он такой, как многослойный пирог. Если просто подходить к этому вопросу, то, по сути, сейчас пытаются выяснить, что происходило в первую очередь с обменным услугам, вот этим самовыражением, которое так часто используют американские политики квит-прокво. Но было ли использование вот этих самых обменов услугами, говорим ли мы о задержании военной помощи или говорим о какой-то любезности в виде приглашения президента Зеленского посетить Белый дом, учитывая, что для него, очевидно, является очень важным моментом вот этот самый приезд в Белый дом. И требовалось ли от него в первую очередь проводить расследование? Потому что, если говорить о расследованиях, особенно против американских граждан, таких как представители семейства Байдена, то эта история абсолютно незаконная с точки зрения требований к иностранному правительству проводить расследование на его территории. Если еще учитывать, что Байден все-таки является возможным политическим соперником Трампа, пока что демократы не выдвинут ли его как возможного кандидата, единственного кандидата демократической партии на выборах. Но это вопрос, возможно, и времени, возможно, решение в первую очередь к политической партии, но он пока что был одним из самых основных оппонентов. Таким образом, попытка найти на него какой-нибудь компромат, доказать, что его сын пользовался именем отца для того, чтобы получать политические дивиденды, вся эта история, конечно, выглядит не очень приглядной в данный момент. И вот сейчас и демократы, и республиканцы пытаются разобраться, по сути, каждый, конечно, о своем, что конкретно сделал президент Трамп не так, если вообще сделал что-то действительно незаконное. Да, давайте посмотрим фрагменты заключительного слова конгрессмена-республиканца Дэвида Нуниса и демократа Адама Шифа после слушаний с участием посла США в ЕС Гордона Сонланда. Демократа Адама Шифа после слушаний с демократа Адама Шифа. Редактор Адама Шифа, Продолжение следует... 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 менее 66 кто проголосует да естественно 51 из них и республиканцы если я не ошибаюсь или 52 и соответственно математика не работает таким образом если они будут придерживать партийной линии то есть пытаются ли демократы сделать обвинение настолько как говорится airtight настолько серьезным чтобы республиканцы ну не могли сказать что президент не виновен в том что просил помощи от украины в первую очередь этом этом будет речь идти о специфических партийных интересах о том насколько разрушительной для партии может быть вся эта история с импичментом потому что если смотреть на истории предыдущих лет и тех президентов которые более-менее вплотную подходили к процессу импичмента ну как мы с тобой знаем я думаю что на наши зрители ни один американский президент полностью через пресс-тур импичмента не прошел то есть ни одного американского президента по сути из белого дома не выгнали сказали уходи отсюда больше все собравеще президенты которые вплотную подходят к импичменту они как правило не переизбираются поэтому здесь очень большие риски для партии и риски для партии в первую очередь еще и людей какой из порции партии adhesive естественно для той партии чьи интересы кроме естественного интереса всего американского народа представляет глава государство но он избирается от конкретной партии поэтому если мы смотрим уже за партийными интересами в сторону того что что может быть интересно для партии ту партия в первую очередь будет смотреть насколько для нее разрушительным или неразрушительным было и президентство, и тот процесс, в который был вовлечен сам виновник торжества. Трамп, например, жаловался, что процесс импичмента очень сильно влияет на курс акций. Они порой падают, особенно если как-то очень резко или жестко отзываются о нем свидетели, требовало вообще прекратить этот процесс. Он очень сильно, на самом деле, судя по твиттеру, переживает из-за происходящего. И тут стоит отметить, что даже вот те сообщения, которые он пишет, он, как правило, сперва говорил журналистам, пишет такими огромными буквами, и ничего не хотел из Украины. Потом повторяю тот же самый нарратив у себя в твиттере, и очевидно, что вот эта вся история, она прям порядком действует ему на нервы. Но вот возникает вопрос, а почему, собственно, президент сам не придет в Конгресс и не выступит? И здесь я бы хотела привести цитату. Конгрессмен от Вермонта, Питер Уэлш, пригласил президента дать показания в Конгрессе. И вот посмотрим, какая реакция была в Конгрессе на это. Вот я надеюсь, вы слышали смех в зале. Это предложение для президента сесть и выступить в Конгрессе вызвало смех в зале заседаний. Почему? Здесь есть несколько аспектов. Если смотреть, например, на такую вертикаль, как бы снизу вверх, то все сотрудники Белого дома достаточно высокого ранга, но ниже по своему статусу и по своим так называемым политическим погонам от президента США, они все категорически отказались приходить и давать показания. Это сделал Мик Малвейни, исполняющий обязанности аппарата Белого дома. Это сделал Дэн Макган, уже отставленный, ушедший в отставку, ирис консульт Белого дома. Это сделал Рик Перри. Это сделали очень и очень многие чиновники. Они отказались давать показания, используя так называемый executive privilege. То есть это та история, когда представители высшего эшелона власти, исполнительные власти, они действительно могут не давать показания. Естественно, что этим же правом вполне может воспользоваться президент Трамп, он может воспользоваться еще и правом не оговаривать себя. На самом деле у президента США достаточно много права. Если говорить, например, о том, почему еще ему не стоит приходить, то кроме множества юридических аспектов, он, например, даже в истории с Робертом Мюллером, когда тот очень долго добивался прихода Трампа на интервью или на допрос, как угодно, или просто встречи с Трампом для того, чтобы задать ему специфические вопросы, все, чего он добился, это того, что президент США ответил ему на вопросы в письменном виде. А кто отвечал, кто был рядом, кто давал президент США какие-то советы по поводу того, вот напишите вот это слово, или воспользуйтесь такой формулировкой, или вот эдакой формулировкой, мы до конца не знаем, скорее всего, это был... А какие риски связаны вообще с тем, чтобы прийти и дать показания? Я думаю, что об этом нужно спрашивать у президента Трампа, о том, какие риски и что он может сказать. Но он еще и известен как человек, который может вспылить, он делает неоднократно публично, и может сказать что-нибудь достаточно резкое. Тут уже неизвестно, как демократы воспользуются любым каким-нибудь эмоциональным пассажем президента для того, чтобы прийти туда, куда они хотят прийти. Куда они хотят прийти, скорее всего, к импичменту, но, опять-таки, Нэнси Пелоси не делится этой информацией. Кроме того, она порой говорит, что, конечно, мы хотим докопаться до правды, но тут у каждой политической партии, у каждой политической силы, естественно, что интересы все-таки свои, и они порой пресекаются или не пресекаются. Но очень хочется верить в то, что интересы демократов и интересы республиканцев это, в первую очередь, верховенство права для каждого американского гражданина, будь он президентом или простым человеком. И вот вопрос, который не раз задавали наши зрители в комментариях к трансляции и слушания, и, возможно, ты даже задаешь сама себе, сколько еще это будет продолжаться и когда это кончится? Это очень тяжелый вопрос. Я думаю, ответ на него мы дадим в ближайшее время. Сейчас я знаю, что количество свидетелей, которые были раньше заявлены, вот весь этот список, они пришли либо категорически отказались приходить. На следующей неделе мы знаем, что будет принято решение в судебном порядке по поводу прихода и повестки, которая была отправлена бывшему юрисконсульту Белого дома Дэну Макгану. Но Нэнси Пелоси, она достаточно активный спикер Палаты представителей, она уже сказала, что она готовит новый список свидетелей, и она будет продолжать их вызывать. Скорее всего, будет продолжать их вызывать уже после того, как Палата представителей и Сенат сходят и вернутся на каникулы в честь Дня Благодарения. То есть, скорее всего, шоу будет продолжаться. Но будут ли еще, есть ли еще заявленные свидетели вот именно в таком формате открытых слушаний в Конгрессе? Дело в том, что их можно продолжать заявлять. Просили специфических свидетелей пригласить представителей республиканцев. Сейчас у них такое право есть, потому что, как правило, представители меньшинства по внутренним правилам Палаты представителей, они не могут приглашать своих свидетелей. Но рассмотрение возможностей для проведения процедуры импичмента, так правильно это называется, очень длинная фраза, оно предполагает, что представители меньшинства могут вызывать своих свидетелей. Они, в принципе, уже дали список, его возглавляет Хантер Байден. Скорее всего, на слушание не явится, но его, по сути, и не вызывали. Поэтому здесь вопрос открытый. Но каждый новый свидетель, который приходит и выдает информацию, в рамках которой озвучивается новое имя, вот все эти свидетели могут по одному снова вызываться и вызываться, потому что кто-то из них что-то видел, кто-то из них что-то слышал, кто-то из них присутствовал при каком-то специфическом разговоре, который может пролить новый свет под новым углом. Они также могут менять свои показания, да, как в случае Сонланда, он после закрытых слушаний, перед открытыми, он изменил слегка свои показания. Показания менял не только он, показания менял Курт Волкер, который тоже что-то вспомнил, он тоже рассказал о том, чему он был свидетелем. Но, конечно, то, что сделал Сонлан сперва, заявив о том, что он не помнит ни о каких расследованиях и обсуждениях на встрече с украинцами в Белом доме 10 июля, потом он вдруг вспомнил свою беседу с украинским советником президента Зеленского Андреем Ермаком, потом он вообще сказал, что все все знали, все были где-то связаны, все понимали, что хотят, и действительно был обмен услугами. Но, с другой стороны, он никогда не говорил, что прямо Трамп ему давал какие-то прямые распоряжения. Он скорее считал, что это все Джулиани, который исполнял то, что хотел Трамп. Но, в целом, Сонлан давал очень странные показания. Республиканцы их видят как безусловную победу, демократы их видят как безусловную победу. И какой будет стратегия каждой из сторон, мы будем следить уже, наверное, на следующей неделе, может быть, в начале декабря. И еще один последний вопрос. Как отражалось все это на Украине? Потому что Украина вдруг оказалась новым президентом в центре этого скандала. И вот отношения Украины и США, как-то на них повлияло весь этот процесс? Ну, большинство чиновников говорят о том, что здесь нужно быть очень осторожным, потому что Украина — это, во-первых, партнер Соединенных Штатов, во-первых, это страна, которая, безусловно, нуждается в поддержке, и в поддержке двупартийной. То есть ее не поддерживают только демократы, или ее не поддерживают только республиканцы. Но ей вот в данный момент, на самом деле, в протяжении последних лет им нужна двупартийная поддержка и со стороны Конгресса Соединенных Штатов, и со стороны Белого дома, и со стороны всех возможных государственных организаций и институций, потому что они все подчеркивают, что благополучие Украины, возможность Украины противостоять агрессии со стороны России в непровозглашенной, но все равно так или иначе продолжающейся уже пять лет войне — это часть национальных интересов США. Поэтому помощь Украине действительно важна, и хочется верить в то, что она не прекратится. Да, и что это не станет, так сказать, партийным вопросом, то, чего боялся Александр Виндман, то, что он сказал в своей истории? Я думаю, что сейчас большинство аналитиков действительно опасаются подобного сценария, но, конечно, мы будем все следить за тем, как закончится вся эта процедура рассмотрения возможностей для импичмента. Спасибо тебе большое, Наталка. Мы отпустим тебя сейчас досматривать последние слушания на этой неделе, но мы будем продолжать общаться с тобой на эту тему. И для всех, кто хочет лично посмотреть слушания в Палате представителей, мы опубликуем ссылку на наш канал на YouTube и в комментариях на весь, так сказать, пакет слушаний. Это будет такой TV-марафон. А напомню, даже если Палата представителей объявит импичмент действующему президенту, большинство экспертов сходится во мнении, что сенаторы проголосуют по партийной линии и не отстранят действующего президента от должности. Тем не менее, мы будем продолжать следить за развитием этих событий. Спасибо, что были с нами. До встречи. Счастливо.